и снова здравствуйте всем привет и так давайте попробуем сделать значит быстрый вариант водопада без симуляции из того ресурса который есть значит в это в интернете так открываем что мы открываем так добавляем add добавляем image image plan вот эта штука если у вас отсутствует image as plan то вводите и подключаете ее значит в аддонах так находим теперь в видео я тут сделал гифки под видео значит да так что мы имеем так немножко у меня почему-то стал подтуплять ноут или не ноут наверное программа сейчас еще кое-что расскажу вам да так это единицы на паде вот такая штука разворачиваем значит наш этот водопад делаем с побольше вводим куда-нибудь подальше и видите я нашел значит такой вариант таких вариантов много лицевну как вас профиль да так смотрим если мы включаем вы видите что вода все течет все нормально так нужно создать какую-то локацию давайте попробуем все это дело создать значит импортируем сюда какие-нибудь скачены или делаем сами камни там скалы допустим так сейчас посмотрю в каком формате еще раз хочу сказать что если начинаю ролик снимать я снимаю без подготовки так что сильно не судите так интересней так что у меня есть клмн камни та-та-та-та формат значит будет fbx а ну-ка импорт теперь включаем fbx тут наверное все будет высокополигональная так что это такое это не есть good это что за внешний вид находим значит материалы тенден так шейдинги open и находим текстурку текстурка подключена но здесь что-то а ну-ка так что-то здесь значит выключена где может быть так цвет ладно удалим материалы добавим новый не вопрос так сколько тут двести восемьдесят одна тысяча полигонов ой 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 да выбираем что у нас тут вот они наши ноды заходим в это находим текстура иметь текстур значит это подставляем сейчас надо будет уменьшить полигонаж вот видите все говорят блендер блендер но вот двести восемьдесят одна тысяча полигонов и я в принципе на своем ноуте работать уже видим я подвисает так это куда мы заходим заходим в пустыню камни и находим наши камни все без проблем все подключилась но теперь что я хочу сделать я хочу значит добавить всему этому децимейт потому что если без децимейта я нормально сейчас это дело работать не смогу а я опять много ну хотя бы пусть не идеальный будет внешний вид но мне главное рассмотреть вот 4000 полигонов все меня это очень устраивает а 53 ладно сейчас еще понизим так значит еще раз децимейтим и вы видите децимейт очень помогает кстати если не децимейт бы децимейт сохраняет более-менее внешний вид хороший вот сейчас нормально будет так apply так семерка на нам пладе это дело можно сделать с так где у нас тут находится наш вот этот значит какой называют водопад так g подставим с значит растянем так он у нас стоит боком да поэтому нужно семерка на нампаде нам камушки то все развернуть единицы нам паре так теперь g отвести подогнать значит чтобы у нас все это дело нормально смотрелось с единица подгоняем g нам нужно перекрыть вот эту всю картинку вот и значит раз такая штука мы это все дело просто растянем бамс принципе чем скалы они и в африке скалы так но теперь они сильно многовато все это дело перекрыли и нужно как бы водопад чтобы был виден да так есть такое дело делаем шею д перетаскиваем это на другой бок и значит g уводим как ну чтобы под углом стояли чтобы это все дело симпатично смотрелось да так семерка на нампаде можно даже это r как бы завернуть чтобы ну сохранить внешний вид вот этого значит нашего водопада где-то что-то вот видите тут проскальзывает это можно камни сюда еще вытянуть камни можно подтянуть сюда им можно еще этот план значит подразделить тоже растянуть и смотрите да вот здесь течет у нас вода принципе вода то у нас хорошо но у нас же тут ведь еще пена должна создаваться значит теперь так а ну-ка включаем ну внешний вид ничего-то хорошее но добавим shift а и мы же добавим так и мы так идите ты где ты тут находишься на чем из иметь план еще один добавим и здесь значит еще одну такую гифку подогнал вроде бы по цвету подходит да так а поменялось до control z не есть хорошо значит да не проблема мы сейчас делаем так shift d вот этот план сдублируем и смотрите видите вода у нас есть вроде бы и если сейчас мы тройка на нампаде это дело и повернем вот так сделаем с и посмотрим что нам это даст так пену нам дает значит это все дело мы можем увести камни спрятать вот так вот да подогнать значит еще от к нашему вот этому водопаду здесь еще раскидать каких-то камней и в принципе нот сколько тут я сделал 100 так как больше по моему будет кадров а ну-ка давайте 250 12 секунд я там делал так а ну-ка все увидите течет все нормально но сюда можно добавить еще давайте вот этот допустим shift D когда делаем теперь какую штуку возвращаем все это дело сминаем назад как G подгоняем можно где то даже камни увидеть и прикольно будет вытащить берег где-то сделать ну допустим так еще от растянуть можно значит у нас допустим этот как индиана джонс допустим ищет какой-то клад вот он должен прийти допустим на какой-нибудь озеро там или еще фигня какая-нибудь до семерка на каньон допустим шрифт д но таким вот вариантом я потом еще значит покажу как сделать забрать значит вот эту вот штуку да так и значит так здесь значит нормально делаем еще шрифт д делаем с потом камням каким-то деталям можно еще дцемей сделать ну не столь важно чтобы они там как-то были их вот можно еще больше как бы растягивать делать тут создавать берега делать будет стоять нас значит этот персонаж и значит где камера будет можно сделать скалу как будто он со скалы это смотрит обыграть это вот эту штуку можно еще каким боком мы можем тоже этот план тупо растянуть ну чтобы создать видимость да вот это вот как сказать большой такой вот этой большого каньона если он нам нужен большой допустим где-то вот здесь будет стоять наш персонаж и чтобы как бы масштабнее все это дело было да вот вода тут течет да конечно можно найти еще какую-то воду именно под свет вот этой поискать гифок таких много их просто нужно состыковать по свету если по свету не получится то можно в нодах поиграть и подобрать значит им вот эти оттенки это я показывал в прошлых роликах ссылку оставлю в описании да тогда семерка на нампаде раз мы это все дело расширили можно делать вот такую штуку делаем с побольше и тогда тянуть эти камни как-нибудь еще больше да вот так вот закрывать какие-то моменты чтобы на заднем фоне допустим этого всего не было где тут вот так да вот сзади сделать там вдаль уходящую сейчас попробуем картинку еще это добавить вдаль уходящую да и главное все не надо делать а нужно делать именно вот под камеру да где будет стоять наш персонаж допустим вот семерка на нампаде еще мы выбираем вот эти камни делаем shift d тоже много их не надо а то будет большая сцена так здесь допустим вода уходит в бок и ее нужно перекрыть таким образом чтобы значит на нашем когда будет у нас это как ее называться какая-то сцена чтобы видно было что это вода куда-то утекает если вам не хватит допустим сейчас я покажу так это уменьшим делаем r допустим на этой горе будет стоять наш персонаж так вот вниз уже видно не будет вот здесь где скала вы можете уже грубо сказать не заморачиваться да но если вы не будете там снимать какую-то сцену там облета ну в принципе пусть тут можно еще кисточкой все это дело поперетянуть как бы исковеркать но понятно да скульпнот на ошибке все это дело добавить и вот нам нашу вода дальше уходила вот она делаем shift нашему плану прячем значит прячем нашу вот эту вот значит как назвать волну перекручиваем каким-нибудь боком g там где-то вытягиваем так но здесь можно еще до поиграть этими как их называют вершинами да так вот допустим заходим в edit mode и сабдеваем вот эту всю штуку так еще раз сабдевадим и смотрите что мы делаем так вот эту часть так это значит рентген c так а ну-ка английская а можно еще еще за сабдевадить делаем значит сброс делаем c выбираем и ненужное нам вот это вот раз выбираем и значит как бы так и загибаем и g допустим уводим или допустим гонит вертиксы удаляем оставляем только вот эту часть она у нас получается а ну-ка ну неплохо тогда и вот здесь где-то значит какие-то вершины можно припустить какие-то допустим приподнять а ну-ка так так здесь значит g ну как-то так-то вверх приподнимем тогда заходим в обжиг мод выбираем вот этот план и его можно чуть-чуть значит подсогнуть так здесь что вот все перекрылась а ну-ка что у нас получается вы видите что вот таким образом продлилась это значит штукенция но вылазит еще вот этот угол дан мы его попробуем р значит как бы увести смотрим что он все равно он как бы доминантин да значит что еще а ну-ка это вроде выше g опускаем поднимаем наводим так а ну-ка он вроде должен его перекрывать видите но этого не происходит нужно с этим углом тоже поработать вот мы можем наложить еще побольше этой воды а ну-ка g добавочную сделать ну да вот нужно просто вот этот угол теперь или перекрыть его а ну-ка тогда вот этот план значит и перекручиваем и допустим g опускаем ниже вот этому вот этой штуки можно прозрачность поставить в нодах так здесь что у нас ну ты откроет тоже можно как бы не знаем вот это что у нас тут перекрыть как бы и вот стоит наш персонаж вот на этой штуке вот так вот вода течет в принципе можно создавать сюжет до какую-то площадку сделать что вот здесь идет там прыжок какой-то в воду или допустим какой-то сюжет драки или он поднимается упал допустим с водопада и допустим здесь вылазит уже где-то на бугор а тут его кто-то ждет да ну сюжеты могут быть разные так давайте теперь добавим небо так и теперь значит так файл импорт добавляем fbx файл и добавляем значит наше небо так где она тут так и добавляем значит вот эту нашу сферу которая является у нас небом смотрим что у нас получилось делаем еще побольше с ну-ка заходим так это значит g ниже опускаем теперь выбираем камеру 0 на нампаде шрифт погуляем немножко колесико покрутим ну опять же все это дело подстраиваем значит ну под сюжет размер значит наши камеры значит где он будет стоять наш персонаж это все делаем на камеру вот допустим здесь он должен вылезти да вот здесь у нас обзор если нам достаточно одного ракурса и камера не будет допустим так вот так вот кружится вертеться то за задний фон не паримся если мы будем камеры гулять по локации тогда сейчас давайте найдем приблизительно такую же картинку гор и добавим ее где-то там на заднем фоне да так еще вопрос смотрите ноль на нампаде и облаков камера shift f не видит не проблема включаем камеру и за место сколько у нас тут 100 метров да скрипт старт 100 метров и метр и метр и 50 миллиметров ставим допустим 1000 control z нормал значит вместо 100 метров ставим тысячу так а ну-ка 0 и вот мы уже видим значит наше небо так вот такая штука да так 0 на нампаде делаем shift и подгоняем опты вот этой скорости и засобачил ну тут планы тоже глубже опускаем где-то ну пусть даже вот если возможность тут стоять да тут надо еще над камерой работать видите что это дают повышаться да так хорошо он тоже если вот эта штука у нас поэтому пройдет все довольно так красиво работало да вот эта штука у нас значит ты слишком торчит и значит мы ее не видим подгадываем все под нашу камеру тогда видите если вот в таком ракурсе будет то задний фон в принципе больше не нужен но можно докидать туда вдаль куда-то одну скалу поставить допустим чтобы она там где-то была и все будет хорошо так это значит можем где-то что-то вот ох не на ту нажал ctrl z но где-то перекрутить можно под камеру опять же да вот раз буду берег было видно ну само собой и тогда получается шри вот такой ракурс да все зашибись можно здесь уже снимать какую-то сцену допустим шифт-ф он кружится вертится доходит сюда вот тут уже ничего нет там можно поставить тоже вот допустим вот выбрать вот эту площадку горы удалить и растянуть площадку допустим а там вдаль поставить тоже какие-то горы кого-то ну правда каньон да так ну а здесь вот что вода течет а ну ка насколько можно допустим на 400 кадров а ну ка я не знаю насколько 13 вот 200 и значит проходит она еще играет на длинную сделал анимацию ну да вот хватает представьте на 400 кадров хватает этой анимации даже на 500 по моему хватит ну вот шифт-ф опять же уходим и видите мы когда движем камерой уходим в скалу нужно правильно подбирать ракурсы если у вас камера где-то будет допустим уходить вот раз вот на подгадаться правильно короче откуда будет съемка и под эту съемку делать уже значит анимацию вот вот он хороший вид да здесь скалы здесь вот задний фон сделан боковая сделана пляжа если не хватает разогнаться да можно вот этот камень убрать допустим или вы хотите его потом облететь то размер камеры просто меняем вот здесь вот у нас уже вот мы можем уже раз так за скалу зайти где-то это все снять то что с боков там что-то растягивается камера этого не видит камера воспринимает только вот этот вот нормальный внешний вид да так что вот такая информация здесь уже дальше но это самый простой способ я часто так делаю нахожу гифки вы видели что гиф огня нахожу там еще что-то если мультяшное что-то делать в принципе вот скачали камни где-то в интернете этих камней бесплатных валом нарабатываете базу или хотите делайте сами ну если брать полностью мультфильм один человек допустим не осирит полностью делать локацию потом делать анимацию потом создавать персонажа это затянется на такое время это только группой можно делать да поэтому если вам нужно какие-то мультфильмы захотели сделать прям скачайте и используйте это потом уже другой вопрос претензии допустим авторов если вы будете на этом зарабатывать ну можно переделывать допустим чуть-чуть где-то переделали форму цвет все это не является уже оригинальная модель вот если вы сейчас растянули там где-то подняли и все претензии претензия может быть к оригинальной модели если вы ее уже как-то там растянули порвали где-то дырку не засобачили ну все автор вы это делали нет не я это делал значит она не является уже вашей вот есть такая еще фигня ну конечно авторы если делали вы как-то этим заниматься тоже неинтересно но я думаю многие этим грешат все всем пока до свидания вот такая информация информация